Всем привет! С появлением гитары Temple Sound озвучивание MIDI из Guitar Pro, а точнее теперь можно говорить просто озвучивание Guitar Pro, ничего никогда не было таким простым, потому что гитары и басы от Temple Sound умеют читать табулатуры из Guitar Pro прямо напрямую, без всяких даже экспортов MIDI. И что самое главное, они читают все или практически все приемы артикуляции, которые прописаны в Guitar Pro. То есть Palm Mute, бенды, подтяжки, вибрато, легато, тэппинг и прочее. К тому же, в отличие от обычного режима, который мы рассматривали в прошлой части видео в Main, в режиме Tab присутствуют еще дополнительные настройки хуманизации. Вот здесь они находятся, что серьезно оживляет этот плагин, серьезно оживляет игру, приближая ее немного ближе к настоящей гитаре. Сегодня мы подробно рассмотрим режим Tab, то, как я в нем разобрался. Возможно, что-то я понял не до конца или не так, но как уж есть, давайте начинать. Ну, во-первых, по умолчанию в Apple Metal Clips уже загружена таба, которую мы протестируем в самом начале, так как она есть при открытии, при нажатии на вкладку Tab. Иногда вот такой вот релиз получается, окончание нод. Какой-то долгий, не знаю, чем это связано. Ну, не об этом сейчас. Табулатура может синхронизироваться с темпом вашего проекта нажатием вот этой кнопки Sync. Если ее отжать, то плагин будет читать темп из табулатуры. В данном случае темп мы видим 78 и при проигрывании оно уже будет звучать в том темпе, в котором была изначально. Это, конечно, очень удобная штука. Это вам нужно синхронизировать табу с проектом. Ну, эта таба мне в ускоренном виде нравится больше. Релат таба не знаю зачем. Ну, перезагрузить табу заново. Может быть, имеется в виду, что если вы ее изменили и вот прям в том же файле и там же его оставили, и при перезагрузке она подгрузится в новом варианте. Но я это не проверял. Мне в любом случае всегда проще самому через вот это вот меню открыть ту табу, которая мне нужна. Ну, а этой кнопке понятно. Перейти в начало табы, в конец табы, по маркерам переключаться или по тактам. Ну и, соответственно, play-pause. Это кнопка loop. Если мы нажимаем, то когда таба закончится, она начинает проигрываться заново. Это будет полезно, если вы сами делаете табу, делали какую-нибудь коротенькую партию, допустим, и сделали на нее loop, и она будет проигрываться в вашем проекте только сколько нужно. Собственно, табы. Табы, по заверению разработчика, поддерживаются форматов gp3, gp4, gp5 и gpx. А также в них не должно содержаться других символов, кроме английского. Ну, например, кириллицу. Но по факту все не так. Точнее, не совсем так. Табы иногда не грузятся, причем разных форматов. Но вот я не понял, чем руководствуется Emple Metal Eclipse, когда они грузят табу. Иногда грузится gp5, иногда они не грузятся. Просит переконвертирует другой формат. Ну вот, например, gp5 plus convert tab to alternate format and try again. То есть просит изменить формат. Бывает, что просто удалив лишние дорожки, когда их здесь много, ну, например, всякие там клавиши, даже бывает барабаны или бас, не сохранив опять же гитар pro, табы начинают загружаться. Ну, либо самый лучший вариант это сделать экспорт формат гитар pro 4. И потом уже табы чаще всего начинают загружаться. Вот она загрузилась. gpx я не пробовал, гитар pro 6 не использую. Ну, в общем, такой совет. Если табы не загружается, пробуйте удалять лишние дорожки, пробуйте экспортировать в другие форматы. Все, ну, что-нибудь у вас получится и табы загрузиться. Ну, так как в табах обычно по нескольку разных дорожек, в том числе разных дорожек гитар, их можно выбирать вот здесь. Причем плагин понимает, какие из дорожек гитары и вставляет активными только их. В случае с басом плагин видит только дорожку баса. Оно вставляет активные. Теперь очень важный момент со строем. Строя по умолчанию в Emple Metal Eclipse, как вы уже знаете, это Drop C. Вкрутив колки мы можем его менять, но с табами все несколько по-другому. Во-первых, давайте загрузим не вот этот трек, а трек строя до. Например, у меня вот Archenemy Nemesis. Откроем эту табу. Строя здесь до. Обычный до стандарт. Ну и мы думаем, что раз мы можем перестроить гитару в до стандарт, то и все будет у нас нормально. Начинаем воспроизводить и... Гитара автоматически перестроится в ре стандарт. Но мы опять пытаемся перестроить ее до стандарт. Воспроизводим. И она сбрасывается обратно. Причем сбрасывается на время воспроизведения, а после окончания она в стандартный свой строй дроп до дроп C перестраивается. Что за фигня, думал я поначалу, но потом разобрался. Дело такое, что Emple Metal Eclipse, если строй в табулатуре не такой, как у нее, то есть не дроп C, то она автоматически перестраивается в D стандарт. И все. То есть, что хотите, то и делайте. Ну, а мы хотим и мы сделаем. Что мы сделаем? Табулатура у нас в C стандарт. Значит, мы можем ее переделать в дроп C. Такой же строй, как и у нас гитара. И это на звук не повлияет. Жимаем ОК. Транспонировать. Да. Теперь у нас здесь гитара в дроп C. Для надежности экспортируем это в gp4, потому что вполне возможно, что не откроет опять gp5. Поэтому для надежности лучше пользуйтесь gp4. Вот я сохранил. Теперь открываю его. Номер здесь дроп 4. И теперь все нормально. Гитара не перестраивается. Играет в своем строе дроп C. В тублатуре у нас строй дроп C. Все нормально. Все играется правильно. Если у нас, соответственно, строй в тублатуре D стандарт, то никаких проблем не будет. А если дроп D, то вполне возможно, придется менять дроп D на D стандарт. В гитар про. Но это тоже на правильность партии не повлияет. Так что имейте это в виду. То есть либо дроп C, либо D стандарт. Ну а если у нас стандартный строй E стандарт. То тогда все здесь уже гораздо интересней что ли получается. Ну или наоборот не интересней. Потому что выше чем D стандарт мы настроить MPU Metal Eclipse просто не можем. А строй у нас в тублатуре MI. И что у нас происходит? D стандарт. И играет оно в D стандарт по тем же струнам, по тем же ладам, которые в таблатуре. И получается играет оно на тон ниже. Ну если вы хотите сделать такой кавер на тон ниже, то это просто идеальный вариант. Но в большинстве своем вы не будете этого хотеть. Поэтому здесь есть такой способ, такой выход, как каподастер, который я рассказывал в самом начале первого видео. Каподастер, который поднимет наш строй. У нас значит будет по умолчанию D стандарт, когда мы воспроизводим табу. А нам нужен E стандарт. То есть на 2 тона вверх. Мы поднимаем каподастер на 2 тона вверх. Здесь получается он выставляется на втором ладу. И строй у нас теперь получается такой, как нужно. То есть строй стандартный. Каподастер Иногда при использовании каподастера вам может не хватить ладов на гитаре. Если в табулатуре была какая-то очень-очень высокая соло партия на последних ладах первой струны. Далько ходить не надо. Такое у меня получилось в соло гитаре в примере из предыдущей части видео. Blaze the Brave. Там соло гитара как раз таки очень высокая. И табулатура как раз в стандартном строе. И ладов на гитаре не хватило. Но я вам сейчас покажу. По умолчанию загруженная табулатура звучит строй D стандарт. То есть на тон ниже чем нужно. А вот эти самые высокие места. Особенно вот эта вот нота. 22 лад на первой струне. Чтобы сделать как надо. Ну, с троями. Используем каподастер. И получаем то, что эти высокие ноты не играют. Потому что они должны играть уже вот где-то здесь, где уже идет звукосниматель. Вот такая проблема может возникнуть. Причем я пробовал поменять строй в табулатуре. На D либо на Drop C. И табу после этого проигрывалась некорректно. Давайте покажу тоже. Вот я сделал прямо в Drop C. Guitar Pro. То есть как бы должна нормально проигрываться. Но в итоге ничего подобного. Вот видите. Вот эта вот нота, она остается как бы звучать. Хотя в табулатуре все прописано нормально как надо. Не знаю, что это за глюк. Может быть я чего-то не доглядел. Но, во всяком случае, при простом изменении строя в табулатуре получилось так. Загружаю опять нормальный вариант. Ну и как выйти из такой ситуации? Я вышел таким образом. В предыдущей части я об этом ничего не сказал. Потому что это была другая тема. Тема вот этого урока. В общем табулатура здесь проигрывается на тон ниже. В D стандарт вместо E стандарт. Но я использовал pitch. Педаль питча. И взял ее из Amplitube 4. Загрузив Amplitube прямо в ревалвер. Да, если вы не знали, такое тоже можно делать. А в ревалвер можно загружать сторонние плагины. Поднял его на два полутона. Чтобы получилось вместо D стандарт и E стандарт. Левел на максимум. Файн на ноль. Сейчас эту педаль включу во время воспроизведения табулатуры. Ну и получится как надо. Получится на тон выше. В стандартном строю. Таким способом можно выйти из подобной ситуации. Вот такие очень важные нюансы по строю. Мне кажется, для тех, кто не знал, это будет очень полезной информацией. Ну и еще забыл сказать о том, что, ну как и говорил производитель, утверждая, что табы могут грузиться только если там английские буквы. Ну они прекрасно грузятся и с русскими буквами. Вот, все нормально. Песня Короля Шу. Здесь вон все по-русски написано. Тут все по-русски. Таба сама называется по-русски. И все загружается, все работает. Так что с этим никаких проблем. И то хорошо. Теперь о хуманизации. Ну здесь два параметра я предпочитаю не трогать. Потому что мне кажется, что они и так нормально оставлены. Пропорция велосити, которая может делать так, что велосити получится более слабой. То есть не стопроцентный велосити, а какой-нибудь более слабый. Ну возможно это пригодится, если вы там что-нибудь такое играете, не зная. Может быть блюз какой-нибудь. Что-нибудь такое очень спокойное, где нужно очень маленькое велосити, очень маленькую силу удара по струнам. Время аккорда тоже в пропорции. Но тоже, видимо, можно сделать более медленное взятие аккорда. То есть более медленно, как проводится по струнам. Правда, я тестировал, вроде какой-то разницы не заметил. Может это на что-то влияет, может быть и в акустических гитарах будет более слышно. Ну, в общем, я предпочитаю оставлять по умолчанию 100%. Также эту штуку можно фиксировать с режимом stromer, о котором я буду рассказывать в одной из следующих частей. Там, я думаю, с этим разберемся. Ну и самые главные два параметра, которые нужно использовать, это хуманизация велосити. То есть насколько будет разниться уровень велосити в разных ударах, какой будет разброс. И свинг. Свинк это сдвиг по сетке. То есть это самая человечность, неровность игры по сетке. Идеально играть никто не может. И это можно выставлять разное количество так называемых тиков. Здесь будет зависеть от скорости партий. Но вот параметры, от которых нужно отталкиваться, я подобрал, что велосити на максимум на 50, а свинг на 30. И здесь, в зависимости от скорости партий, от темпа, эти параметры иногда требуются менять. Ну когда нужно менять, вы поймете, когда игра получается слишком кривой. Ну вот я поставил. Так, 50-30. Да, это наиболее слышно в даблтреке. Давайте поставим свинг на 100 и вы услышите, как же криво все стало. Так что не переусердствуйте. Кстати, насчет тремоло. В обычном режиме, как мы помним из прошлого видео, это звучит так себе, фиговенько. Но вот с этой вот хуманизацией, при проигрывании табулатуры, все становится нормально. Ну, во всяком случае, лучше. И последнее, что здесь есть, это кнопка Sec. Это конвертирует какой-нибудь из тактов в паттерн в режим Strammer. Ну, здесь можно только выбрать 8 тактов, один из первых 8 тактов. Допустим, если вам нужно какой-нибудь такт перенести в паттерн в режиме Strammer, вы можете просто его один оставить, ну или 8 штук в одну табулу сделать и наделать своих паттернов. Ну, об этом, конечно, подробнее будет в режиме Strammer. О нем будет отдельное видео. Ну и, конечно, второй большой плюс после хуманизации, о котором я уже говорил, это то, что переносятся все приемы, все артикуляции из Guitar Pro в Ampoule Metal Eclipse, в эту гитару. Поэтому подготавливайте табулатуры тщательно. Выставляйте там все паумьюты, все слайды, все бенды, вибрато, все-все. И тогда у вас будет звучать все как надо, будет звучать все хорошо. Ну, а то, чего не будет в табулатуре, то просто не прочитается и просто не будет работать. Не поставили в палмьют, будут играть открытые струны, не прижатые. Ну и посмотрим это все на паре примеров в следующем видео, на озвученные табулатуры из двух треков. И точно так же покажу звучание, как в предыдущем видео. А теперь уже все будет сделано, конечно, в режиме TAB. Если понравилось, если хотите, смотрите еще продолжение этого обзора, следующие части и обзором другие плагины. И не только. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, также пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну, а напоследок немножко гитары из The Black Sabbath. До новых видео встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok